Друзья, покажу я вам сейчас фокус. Смотрите, нету стойки. Хаба, а перчик-то у нас висит. Добрый день, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале, и мы продолжаем играть в FarmExpert 2017. У нас с вами созрели помидоры, и одну теплицу я уже собрал. Собрал, ящики вынес на улицу. Сейчас я вам покажу масштаб трагедии, да, получается, одной теплицы по поводу помидор. Так, вот столько у нас ящиков с вами получилось. Ну, на первый взгляд, я бы сказал бы, что урожайность по помидорам в разы ниже, чем у огурцов. Я не знаю, возможно, я ошибаюсь. Давайте сейчас подгоним с вами трактор и попробуем эти ящики все загрузить. Как мы помним с вами, что по огурцам у нас получилось практически шесть. Практически, о, отцепились. Шесть прицепов мы с вами завезли. Все надо подцеплять теперь. Окей. Все, все цепанули. Шесть прицепов у нас получилось. Но я вижу, что по помидорам навряд ли у нас такой же будет результат. Ну, давайте посмотрим. Полностью теплица была убрана. И давайте это все сейчас загрузим. Смотрите, сколько помидорок. Так, ну что ж, давайте загружаться. Так. А может и получится, я не знаю. Сейчас узнаем. Это тоже вроде как эксперимент такой будет. Так. Ну, ящиков довольно много получилось. Но, боюсь, что не столько, сколько огурцов. Так. Ближайший будем брать. Ну, вот тут еще есть. Не, прилично, прилично. В любом случае, прилично. Так. Закидываем все это дело. Итак, один прицеп мы с вами загрузили. Но это очень мало. Давайте продолжать. Второй прицеп загружаем нашим урожаем. Помидорки, кстати, смотрите, смотрятся довольно прикольно. В ящиках. Так. С этой стороны мы закончили. Давайте перейдем сюда. Ну, я думаю, что четыре прицепа, наверное, будет. Скорее всего. Но, сомневаюсь, что будет шесть. Так. Второй мы с вами загрузили тоже. И сейчас будем загружать с вами третий. Я хочу заехать прямо сюда внутрь, чтобы нам быстрее это все дело загрузить. Два прицепа этих сразу вывезем. Так. Хорошо. Давай, 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 давай. Еще, еще, еще. Хорош. Стой. Ну, четыре, наверное, будет. Скорее всего, будет четыре. Давайте смотреть. Так, есть у нас третий прицеп. И сейчас мы будем с вами загружать четвертый. Четвертый, последний наш прицеп. И посмотрим, что у нас получится. Итак, последний ящик нам остался. Получается, мы с вами загрузили четыре прицепа. Смотрите, и два ящика только у нас осталось. Получается, что урожайность наших помидор в разы ниже, чем огурцов. Вот такой вот мы с вами вывод сделали. Теперь мы отправимся с вами на продажу. Отвезем наш помидорный поезд. Продадим наши помидорки. И заодно посмотрим по доходности. Сколько же у нас получится денег с нашего помидорного поезда. И потом сравним с огуречным. И будем делать какой-то с вами вывод, да, что у нас. Из теплиц. Теплицы, само собой, понятно, что это очень выгодно. А что именно из теплиц выгоднее больше всего? Помидоры все-таки или огурцы? Так, развернемся мы. Такой прикольный, блин, караван у нас. Так, давай-давай-давай. Набираем скорость. Ты ж мощный трактор. Топовый трактор. Наверное, тяжко ему все-таки. Я так думаю. Так, все, поехали. Ту-ту. Ну и мы с вами встретимся уже в магазине. Сейчас, друзья, мы с вами узнаем, сколько стоит наш урожай помидор. Так. Так, заезжаем внутрь. И сейчас мы с вами проверим, что у нас выгоднее. Огурцы все-таки или помидоры? Давайте продавать. Как мы помним с вами, у нас почти четыре прицепа. Ну, можно сказать, четыре прицепа огурцов. Это было 60 тысяч. Давайте смотреть, сколько будет помидоры стоить. Девяносто восемь. Ребят, разница существенная. Поэтому помидорки тоже выгодно. Выгодное дело. Девяносто восемь тысяч. Офигеть. Продаем. Получается, помидоры на данный момент выгоднее. Огурцов хоть мы собираем больше, но они стоят дешевле. У нас еще впереди с вами перец. Поэтому мы еще проверим, сравним с перцем. И потом с вами определимся, какую же культуру мы с вами будем сажать в теплицах наших. Итак, ребят, подъезжаем мы уже к нашим теплицам. Давайте трактор остановим где-нибудь напротив наших помидорных теплиц. Так. И отправимся с вами на уборку. Так, хорошо. Давайте звать Петровича. Петрович! Идем, поможешь помидорки собрать. О, Петрович. А у нас два Петровича, ребята. Значит, урожайность будет хорошая. Кстати, я вам не показал, как выглядят помидоры. Давайте-ка мы сейчас бросим это все дело. Рассмотрим их. Вот такие вот у нас помидорчики. Смотрите, как все усеяно. Просто гроздь, я бы сказал бы, помидор. Урожайность у нас высокая. Мы помним, что мы с вами все это дело удобряли. Мы это не зря с вами делали. И, смотрите, 95 дней у нас помидоры зрели. Довольно долго, я бы сказал бы. Но урожайность соответствует, как бы, и деньгам, да. Получается, мы с одной теплицы собрали довольно порядочную сумму. Ну что, давайте мы это все дело начнем убирать. И я вам покажу, так сказать, свой способ по сбору урожая в теплицах. Так. Сейчас, сейчас. Мы все это дело подъезжаем. Так. Ребятки начинают уже потихонечку это все дело собирать. Ну, давайте я немножко постою, чтобы вы посмотрели, как это происходит, как это анимировано. В принципе, то же самое, как и с огурцами, да. Но мы видим, как лучше видно нам, по крайней мере, как плоды красненькие наши, помидорки, исчезают. И наполняются в наших ящиках. Смотрите, вот они, получается, у нас собрали все, что могли. Мы вылазим. Мы вылазим. Так. И что мы делаем дальше? Мы подпихиваем. Вот так вот. Пихаем туда их. Пихаем. Давайте дальше. Собирайте. Вот так вот это все делаем. И толкаем до того уровня, пока последний человек у нас не начнет сбор. Для чего это делается? У нас будут появляться ящики сзади. И нам так будет проще это все дело выносить. Ну, сейчас я вам продемонстрирую. Вот, смотрите, появился ящик, и мы сразу его забираем. И пока мы это все дело погружаем на наш трактор, ребята наши, которые собирают, они уже закончили. И мы можем двигать их дальше. И получается, у нас непрерывный процесс идет. По погрузке, получается, и по сбору. И таким образом мы с вами убиваем двух зайцев, скажем так. Двух зайцев. Да. Вот, смотрите, видите, еще один ящик. И мы сразу с вами его тащим на наш прицеп. Там уже даже два было. Давайте два занесем. Вот они там установились. Надо подъехать немножко ближе, что далековато мы бегаем. Так. Можно было и туда заехать, но потом будет выруливать нам оттуда хреново. Поэтому вот так вот встанем. Вот так вот встанем, будет нормально. Так. Протиснемся мы тут. Чтоб они, ну, кусты нам эти, грубо говоря, не мешали, да? Чтоб нам видно было лучше. И пихаем, пихаем. Дальше. Пока у нас последние... Последние два работника, которые на платформе, они не начнут убирать. Так. И ждем следующий контейнер. Следующий ящик. И он не заставил себя долго ждать. Вот он появился. И таким образом получается у нас сбор урожая в разы быстрее, скажем так. Друзья, один прицеп у нас полностью набит. И начали мы уже набивать второй прицеп. Давайте-ка мы отъедем. Одну полоску, грубо говоря, мы с вами прошли. А таких у нас, получается, еще будет раз. Два. Три. Три с половиной. Ну, получается, где-то такая же урожайность будет, как и в предыдущей цеплице. Поэтому я думаю, что мы опять завезем с вами четыре прицепа. И у нас будет еще сто тысяч. Офигеть, сто тысяч. И повторяем все то же самое. Здесь у нас пошире, поэтому нам удобнее будет. И опять ждем, пока ребятки наши насобирают достаточно количество, чтобы появился ящик. А мы с вами будем подпихивать их потом. Петрович как-то хреново собирает. Надо вот здесь собирать, Петрович. Последнюю. Так, появился ящик. Давайте мы, наверное, сейчас их... Я Петровича поставлю, чтобы он собрал. А, он собрал? Так, Петрович, ты молодец. Петрович всегда был молодцом. Поэтому мы его и любим. А мы с вами сейчас занесем ящик и погрузим на прицеп. Итак, друзья, убрана у нас полностью теплица. Полностью все мы с вами собрали. И хочу сказать, что по поводу урожайности. Теперь уже трудно сказать что-либо, поскольку... Смотрите, мы набили четыре прицепа. Блин, да что ты не выезжаешь? Четыре прицепа. И сколько у нас еще на улице? На улице ящиков осталось. Так, сейчас мы отсюда еще выгрузим. Один. Так. И пойдемте посмотрим на масштаб трагедии. Так. Смотрите, сколько у нас ящиков еще осталось, которые у нас не поместились на наш прицеп. Я думаю, что здесь будет где-то прицепа полтора. И получается, что урожайность такая же, как и у огурцов. Получается. Вот что получается. Приоритет, естественно, ставится на помидоры, ввиду того, что они стоят намного дороже. А мы сейчас с вами отправимся и продадим наш второй помидорный поезд. И вот второй помидорный поезд мы с вами привезли на продажу. И еще одна соточка, можно сказать, заработана. Так, давайте посмотрим. Может, нам больше дадут, чем 100. Продаем. Смотрите, а меньше дали. 74. Странно. Я что-то вообще не пойму. Урожайность вроде бы больше, да, а денег меньше. Непонятно. Но все равно помидоры у нас лидируют. Как бы там ни было. И поэтому помидоры у нас лучше всего. Больше всего приносят прибыли. Смотрите, я нажал F3, и у нас появилась вот такая вот менюшечка. Где мы видим с вами наши деньги. Сколько у нас взято кредита. 93 тысячи. В принципе, мы можем прямо сейчас погасить его и забыть, сколько у нас куплено полей, какое количество. Общая площадь полей. И прогноз погоды. У нас недоступно, так как у нас нет медиостанции. А я сейчас потихонечку выруливаю в магазин. Пойдем за покупками. А что? Надо же как-то тратить наши деньги. Что, мы зря старались, что ли? Приехали мы с вами в магазин. Давайте посмотрим, что мы с вами можем приобрести. Я хотел посмотреть, знаете что? Самый большой прицеп. Самая большая вместительность. Смотрим. 14, 16, 16, 28. 28 тонн, запомнили. 28. Пока больше нету, да? 28 тонн. Да, там уже пошли тековщики. 28 тонн. А если мы возьмем два вот таких... Мы, кстати, можем к тому прицепу... Где этот прицеп? Навряд ли мы сможем сюда поцепить еще один. И таким образом мы будем возить только 28 тонн. А если мы купим дополнительный прицеп, вот этот, то у нас будет намного больше. На целых 8 тонн больше. И стоит он дешевле гораздо. Давайте вот этот прицеп еще с вами купим. Так. Где он тут? И сразу его отправим на... На ферму нашу. Так. Отправили. Таким образом... У нас скоро же... Нам же надо будет скоро горох возить на продажу. Поэтому надо тоже об этом задумываться. Давайте смотреть, что мы еще сможем с вами приобрести. Так. С прицепом мы разобрались. Я думаю, в ближайшее время нам это ничего не понадобится. Животные скоро у нас будут. Поэтому давайте посмотрим, что у нас здесь. Автопогрузчик для травы. 14 тысяч. Все это очень даже недорого стоит. А в чем разница? Я что-то не совсем понимаю. Ладно, потом разберемся. Но нам это дело надо будет. Надо будет задумываться. Скорее всего мы купим... За 34 вот этот вот. Он такой красивенький. Мне нравится. Вот что я хотел. Картофель и свекла. У нас есть свеклоуборочный комбайн. Стоит он довольно дорого. И хотелось бы, конечно, на него собрать. И посмотреть, как это все дело работает. И также у нас есть комбайн по сбору картошки. Но, по-моему, они выглядят одинаково практически. Практически одинаково. Есть, смотрите, у нас грим даже есть. 500 тысяч, да? 550 тысяч. Это довольно много. Так, саженцы. Это у нас все есть. Единственное, что можно приобрести... Газонокосилку опробовать. А давайте купим. Она недорогая. И давайте глянем, что вот это за маленький агрегат. Вот такой вот агрегатик у нас. Мяу, мяу. Так, начать косить. Ну-ка, давайте попробуем. Это, правда, не наше поле. Можем мы косить или нет? А что не косится? Что за фигня? Ладно, значит, знаете, как мы поступим? Мы сейчас его перекинем... Перекинем на... На ферму. Так. Пересядем у него. И попробуем с вами... Попробуем с вами покосить траву, где у нас яблоки. Вот такой вот у нас. Вау! Как гоночная машинка, е-мое. Интересно, будет здесь коситься или нет? Вау! О! Ой! Ай! Ай! Колбасит как! Так. О, смотрите, косится. Класс! Я к тому, что мы можем накосить. Накосить и все это потом травку-муравку вскормить животным нашим. Ну, я так понимаю, она... Если мы ее не уберем, она исчезнет. Но главное то, что все это работает. Так. В принципе, мы, наверное, здесь его и оставим. Нашего этого товарища. Ну, классная вещь. Классная. Работает. Все работает. Так. А мы возвращаемся... Возвращаемся назад. И едем к теплицам. Итак, вернулись мы с вами к теплицам. И теперь нам осталось дождаться урожая наших перчиков. Или, возможно, у нас горох вызарит быстрее. Не знаю. Так. Пока у нас еще созревание. Ждем. 14 июля. 14 июля у нас, друзья. И у нас, я так понимаю, горох наш готов к сбору. Но он что-то кажется, что он засох. Ну, ладно, не суть, не суть. Яблочки наши, как там, давайте посмотрим. Яблочки, яблочки, яблочки еще, еще цветут. Как ни странно. Ну, ладно, пускай цветут. Так. И давайте посмотрим, что у нас с перцем. Перец, перец, перец. Где наш перец? Так. Давайте посмотрим, что у нас с перцем. Вот наш перчик. Вот такой вот у нас красивый перчик. И сейчас мы с вами будем собирать его. И посмотрим, какую урожайность и какую доходность нам даст перец. Ну что ж, ботов мы тогда ставим на уборку гороха. Зовем Петровича. Где наш Петрович там? Петрович! Поехали. Убирать перец. Так, опять у нас два Петровича. Значит, урожай будет хороший. Видите, помидоры. У нас два Петровича было. И сколько мы с вами помидор собрали. Так, хорошо. И едем с Петровичами. Да ладно, что-то так. Убирать перчик. Так. Ну я думаю, что тоже около сотки это будет все стоить. Ну посмотрим, посмотрим. Смотрите, а у нас пропала... Пропала одна полоска. Как такое может быть? Ладно. Давайте вот отсюда начнем. И посмотрим, как... Ну, в принципе, то же самое. Как убираются у нас огурцы, так у нас и перец. Только единственное, как он будет... Ящики у нас будут наполняться. Сейчас посмотрим. Смысл тот же, да, получается. Мне кажется, что они наполняются так же. Кстати, давайте посмотрим. А, здесь не указано. Это только на прицепах, получается. Сколько килограмм. Окей. Ну смотрите. Урожайность не очень большая. Еще даже одного ящика нет. Хотя у нас все удобрено и у нас... Вот, первый ящик появился. Первый ящик у нас появился. Давайте мы его... Мы его занесем. Так. Первый есть. А, вот и второй. Хорошо. Давайте второй занесем. Отлично. Ну что, вот получается... Вот такая вот примерно у нас урожайность. Посмотрим. Я буду дальше собирать. И потом мы с вами посмотрим, что у нас в итоге получится. Итак, друзья. Две полоски мы прошли. И сейчас я вам покажу, что у нас получилось по урожайности. Так, сейчас мы поставим наших ребят на уборку. И отнесем с вами у нас ящик. Там один есть. Так, они пускай убирают. Так, хорошо. И где у нас... Вот. Это можно, кстати, тоже убрать. И этот ящик мы с вами сейчас занесем. Получается, один прицеп у нас набит полностью. И уже начали набивать второй. Поэтому похоже на такую же урожайность, как у нас у помидор было. Ну, не знаю. Может быть, чуть больше будет. Вернее, наоборот, чуть меньше будет. Посмотрим. Так, вот еще один ящик. Сейчас мы ребят поставим опять на уборку. Так, ребятки. Работаем, работаем. Солнце еще высоко. Так, а мы с вами занесем этот. Ну что, продолжаем дальше убирать. Собрали мы с вами последнюю теплицу. И давайте смотреть, что у нас получилось. Ну, понятно, что мы набили полностью четыре наших прицепа. И чуть-чуть у нас еще осталось. Буквально тут, может быть, на полприцепа. Ну, на прицеп максимум. Надо, опять же, учитывать то, что у нас одна полоса заглючила и урожай, можно сказать, пропал. Поэтому, в принципе, по урожайности все получается у нас одинаково. Но огурцов может быть чуть-чуть больше. Вот. Сейчас мы с вами этот перец завезем на продажу и посмотрим разницу в цене. Сколько же у нас получится стоимость данного перца. Ну что ж, друзья, поехали продавать наш перец. Друзья, заезжаем мы на продажу нашего перчика. И обратите внимание, какая у нас скорость. Три километра в час. Я с такой скоростью от теплиц ехал до продажи. Я не знаю, возможно, перцы очень тяжелые у нас и очень дорогие. Ну, сейчас мы с вами это узнаем. Если так будет продолжаться дальше, надо завязывать с теплицами нам. Ну что ж, вроде бы последний прицеп заезжает у нас на точку продажи. Сейчас мы посмотрим, сколько стоят наши перчики. Так. Ну, я думаю, что можно уже смотреть. Все, останавливаем наш агрегат. 81 тысяча. 81 тысяча наши перцы стоят. Продать. Ну что ж, дорогие друзья. Вот такая вот история у нас с теплицами с вами получилась. В принципе, мы посмотрели и на огурцы, и на помидоры, и на перцы. Сделали соответствующий вывод, что у нас, получается, помидоры выгоднее всего. Как сажать, так и продавать. Вот. Поэтому я вам советую лично, если вы занимаетесь теплицами, то выращивайте там чисто помидоры. Вот. Ну, а мы с вами сейчас переходим... Возвращаемся, точнее, на нашу ферму. И смотрим, что у нас сейчас получится с горохом. Так. Где наш трактор? И давайте смотреть, что у нас там с горохом. Так. Достаточно много. По-моему, остался еще один бот. Одно поле у нас не убрано. Подождите-ка, сейчас глянем. Так. Собрано, собрано. Собрано. Тут все собрано. Так. Вот. Одно поле у нас еще осталось собрать. А мы пока с вами начнем все это дело загружать. Вот наш горох. Итак, один прицеп у нас готов. Давайте ставим под загрузку... Поставим под загрузку второй. Так. Итак, второй прицеп у нас тоже полный. И мы, в принципе, можем с вами отправляться на продажу всего этого дела. Смотрите, нашему трактору тоже довольно тяжело ехать. Я не знаю, либо это баг в игре, либо что, либо лаги, либо баги. Но у нас что-то как... что-то произошло, короче говоря, с игрой. И у нас техника, смотрите, как медленно с вами движется. Максимальная скорость. Возможно, все-таки прописано здесь скрипт, что если техника тащит довольно много груза, то... довольно тяжелый груз, то получается максимальная скорость уменьшается. Ну, наверное. Так, ну что ж, встретимся на продаже. И вот, друзья, мы приехали с вами на продажу. Давайте посмотрим, почем у нас горох нынче. Давайте продавать. И второй прицеп. Я не знаю, как мы будем второй с вами разгружать, потому что переключиться мы не можем на второй. Но сейчас посмотрим. Может он так выгрузится? Неа, поднимается, смотрите, вот этот поднимается прицеп. Так, может быть, как-то переключиться можно? Вот, допустим... А, да, переключаешься просто на него, и все. И продаем второй прицеп. Ну что, друзья, продали мы с вами полностью весь горох. И теперь у нас вот такая вот кругленькая сумма на счету. И эти деньги нам позволят с вами заняться уже в следующей серии животноводством. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok